Об итогах строительного года в регионе говорили на заседании правительства. В 2018 на эту сферу было выделено 1,7 миллиарда рублей, построено 3818 квартир. И стоит задача год от года увеличивать объем ввода жилья. В 2019 – 377 тысяч квадратов, а дальше – больше. Наша цель – в сложивших условиях не допустить снижения темпов строительства и потери рабочих мест в строительном секторе. Не секрет, что новые введенные поправки в закон, скорее всего, оптимизируют рынок строительства. Маленькие организации, которые не способны решать масштабные проблемы, будут уходить с этого рынка. И мы должны найти им новое применение в регионе. В топе обсуждения властей – проблема дольщиков. Их, конечно, за год стало меньше – не 2700, а 1058. Но, тем не менее, 10 объектов еще не готово. Жилье не сдано в эксплуатацию, и люди ждут. Мы для этого внесли соответствующие поправки в законодательство в конце прошлого года. Эти поправки позволяют получать застройщикам участки без торгов, но в обмен на определенные обязательства. Либо это достройка дома, где обмануты дольщики, либо выделение тем обманутым дольщикам квартир в других домах по выбору. Социальный недострой есть в родниках Каминском Шуекинишме. Все объекты обеспечены финансированием и в 2019-м планируется к вводу в эксплуатацию. Люди, конечно, и недовольны, и уже, откровенно говоря, смеются сквозь слезы над этими недостройами. Но мы с этими недостройами в этом году разберемся. Сейчас у нас по каждому из них понимание есть, но сейчас самое важное – договориться о правилах игры, чтобы у нас впредь таких проблем не возникало. Строительная отрасль чувствует себя не очень хорошо. Застройщики на заседании просили власти обратить на них внимание, плотно заняться вопросами выделения земельных участков, особенно на территории областного центра, а также помочь с созданием программы по строительству инженерной инфраструктуры. Сейчас это проблема застройщиков, а должна быть еще и властей. К сожалению, взаимодействие между банками и застройщиками на сегодняшний день не налажено. Поэтому, Ставислав Сергеевич, если возможно, первоочередная задача – это наладить взаимодействие, общение между банковским сообществом и застройщиками с тем, чтобы можно было в нормальном рабочем режиме, тем, кому это, естественно, возможно, выдавать кредиты на строительство жилых домов. Среди задач на год нынешний – продолжать реализацию программы формирования комфортной городской среды. На весь регион выделено 354 миллиона рублей, а вся сумма с учетом федеральных и внебюджетных средств составит полмиллиарда. Губернатор считает, что областной центр нужно привести к единому облику. Мы с вами должны договориться об облике будущего, это очень важно. Именно договориться, не навязывая друг другу этот облик, а именно договориться все вместе, что мы хотим областной центр видеть вот так – частный сектор, не частный сектор, как выглядит центр, как развиваются районы. Договорились и дальше уже поехало. Потому что здесь, я понимаю, вы говорите, эти решения лучше вчера было принять. Не знаю. Мне кажется, лучше обстоятельно договориться и последовательно десятилетиями двигаться, задать общую тенденцию на развитие города, чтобы он становился с каждым годом только лучше и краше. По озвученным вопросам Станислав Воскресенский обещал провести дополнительные совещания и встретиться с представителями застройщиков и банков, чтобы лично разобраться в ситуации. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.